В эфире телерадиокомпания «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Прошло несколько дней после объявленного мэрией официального старта отопительного сезона, однако в квартирах одесситов по-прежнему холодно. Кто будет нести ответственность за исчезнувшие вещи из ячейки для хранения вещей в супермаркете? Программа изучения и популяризации государственного языка будет разработана в Одесской области. Директор Института украинского языка Павел Гриценко и народный депутат Павел Кишкарь обсудили проблему с одесским вице-губернатором Сергеем Калибошиным. В Одессе официально стартовал отопительный сезон, о чем сообщили в Одесской мэрии еще в минувший понедельник 23 октября. Однако прошло уже несколько дней, а в квартирах горожан батареи по-прежнему остаются холодными. В Одессе начался отопительный сезон, во всяком случае, об этом заявили в мэрии еще 23 октября. При этом было сказано, что в первую очередь будут подключены социальные учреждения, школы, больницы, детские сады и так далее. Но вот уже середина недели, а в поликлиниках и больницах по-прежнему, мягко говоря, не тепло. Что здесь говорить уже о квартирах горожан, которых благодаря заботе в кавычках городских властей и зуб на зуб не попадает. Сотопительный сезон начался. У вас включили отопление или не включили? Конечно. Не включили? Нет. Холодно. Нам обещали ЖК Люксембург 25-го, вот сейчас 25-е, пока месяц еще батареи холодные. При этом, как сообщает интернет-ресурс УСИ, пока проблемным остается вопрос подключения центра города. Так как ТЭЦ, отапливающая его, объявлена банкротом еще в прошлом году, находится в стадии ликвидации в судах. Кроме того, как сообщает издание, также без тепла останется район Шкодовой горы, а также есть проблемы с окончанием подготовительных работ к отопительному сезону на улицах Меченково и Канатной. Впрочем, умение раскопать, а потом закопать раскопанное освоено нашими коммунальщиками идеально. С другой стороны, большой вопрос, скажется ли количество раскопок на качестве услуги по предоставлению тепла в жилищах горожан. Нет, не включили. Мы живем вот здесь, в Балковской, 141, у нас не включено. Очень холодно. У меня еще угловая квартира. Зимой просыпаешься, на голове и не дышит. Честное слово, вообще холодно. Даже когда отопление включено, все равно так, видно, система устроена, что на верхних этажах тепло, а на втором у нас очень холодно. Обещания мэрии о включении теплоснабжения, конечно, греют душу, но тело, к сожалению, они не согревают. Ничего не знающие о начале отопительного сезона батареи и радиаторы остаются ледяными. Может, что-то в самой системе пора менять. Впрочем, сообразительности нашим коммунальщикам не занимать. Например, озолотать прорванную трубу булыжником. И не беда, что горячая вода продолжает хлестать в разные стороны. Свою работу городские службы выполнили, течь ликвидировали, после чего благополучно отбыли с чувством перевыполненного долга. Но если примерно так же были отремонтированы десятки километров теплоцентрали, тепла одесситам придется ждать долго. Впрочем, сколько-то зимы. Около двух лет городские власти не в состоянии завершить ремонтные работы в Михайловском сквере. Дорожки недоделаны, скамейки отсутствуют. А кроме этого, неподалеку от детской площадки образовалась мусорная свалка. Михайловский сквер находится недалеко от центрального автовокзала. В тихом и спокойном районе Молдаванки в сквере есть несколько детских площадок. Поэтому это место очень полюбилось мамам с детьми. Обещанные дорожки и тропинки за два года так и не появились. Почему городские власти бросили заниматься реконструкцией, непонятно. Но факт остается фактом. Удивительное то, что в этом сквере нету даже намека на излюбленную мэрией плитку. Дорожки должны были быть сделаны из асфальта, которого то ли не хватило, то ли он благополучно был разворован. Со скамеечками в парке действительно есть проблема. Даже в центральной части, в отведенных специальных карманах, скамейки есть не везде. То ли их забыли поставить, то ли их благополучно унесли. Также довольно много неудобства доставляет людям огромная мусорная свалка, расположенная на пустыре через дорогу, которую облюбовали бездомные и наркоманы. Происходит там непонятно что. Я с ними не общаюсь, не знаю. Вообще-то бывают, заходят сюда и бомжи, и пьяницы. Наверное, да. Надо его ликвидировать скорее. Но ликвидировать данный пустырь не так-то просто. Данная территория отведена под застройку очередной многоэтажки. И когда начнется само строительство, неизвестно, но на территории находятся сразу несколько аварийных зданий, которые несут в себе огромную опасность для детей и взрослых. Ведь в любой момент эти наполовину разобранные объекты могут рухнуть на людей. Помимо этого, в парке не предусмотрены никакие ограждения, что также вызывает недовольство у местных жителей. Ведь сам парк окружен дорогой, по которой ездят автомобили. И родителям постоянно приходится смотреть, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Но городские власти, начав в сквере халтурный ремонт, попросту забыли его закончить. В очередной раз. Что, впрочем, уже неудивительно. Денис Шацелла, Юрий Рух, телекомпания «Круг». В Одессе появилась новая схема работы мошенников. Теперь оставлять вещи в ячейке для хранения вещей в магазине стало небезопасно. Как оказалось, сделать дубликат ключа от любой ячейки совсем легко. Не говоря уже о ее простом взломе опытными взломщиками. Что делать, если вы стали жертвой такой схемы и кто будет нести ответственность за украденные вещи, узнавали наши корреспонденты. В Одессе появилась новая схема кражи вещей прямо из ячейки для хранения в супермаркете. Лина Бельяченко, которая стала жертвой данной схемы, на странице Фейсбуке подробно описала сложившуюся ситуацию. Женщина зашла в супермаркет на Екатерининской и оставила вещи в ячейке для хранения. Как оказалось, ключ от ячейки был не только у нее. Один из соучастников данной схемы кражи имел ключ от ячейки в магазине, спокойно открыл ее и унес вещи пострадавшей. Когда женщина обратилась к администрации супермаркета, директор заявил, что ответственности за хранение вещей они не несут. Так все-таки, несут или не несут? И что же делать, если ваши вещи пропали? Гражданский кодекс Украины предусматривает хранение в гардеробах, в банках, в ломбардах, в помещениях транспортных организаций, в гостиницах и в прочих местах. Но о хранении вещей посетителей магазинов в этом акте законодательства не упоминается. Все это говорит о том, что магазин с точки зрения закона не является хранителем вещей покупателя. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что ячейки, если вы обращали внимание в магазинах, когда приходите, они обычно находятся где-то при входе. Чаще всего это не является территорией самого магазина. То есть лицо, которое приходит для осуществления покупки, оно добровольно вложит свои вещи в эту ячейку, берет ключик и уходит. То есть, по сути, с юридической стороны не было заключено договора о хранении вот этих предметов, которые оставлены в магазине. То есть, как бы привлечь какое-то лицо к ответственности за то, что вещи пропали, ну, юридически мы не сможем. Почему? Потому что не существует договора на предоставление услуг по хранению вещей вот в определенной ячейке. Ни устного, ни письменного договора нет. То есть, прийти и потом сказать, что вот, вы обязаны были присматривать за моими вещами, ну, как бы, можно предъявить такую претензию, но она не будет иметь каких-либо последствий. Единственное, что можно попросить от магазина, от собственника магазина, предоставить видео, где, допустим, было видно, как кто-то вскрыл вашу ячейку и забрал вещи. Единственное, что. И обращаться в правоохранительный орган. Поэтому, конечно же, вся ответственность за ячейки, как бы, ну, это на свой страх и риск, будем так говорить. То есть, если магазин хочет обеспечить, то они обязательно должны это предвидеть при своей хозяйственной деятельности, предвидеть такой вид деятельности, организовать это все, то есть, чтобы было все надлежащее. Ну, учитывая все, что происходит у нас, как бы, в магазинах, то это все, как бы, на свой страх и риск. Согласно закону Украины о защите прав потребителей и в порядке ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения, не предусмотрена обязанность покупателей сдавать свои вещи в камеры хранения, супермаркетов для реализации права на совершение покупок. А это значит, что любой покупатель имеет право проходить в торговый зал и совершать покупки с любой поклажей. Таким образом, покупателям стоит помнить, что оставлять вещи в ячейке – это исключительно их инициатива. Если вас все же не пускают в супермаркет с сумкой, следуя неким внутренним предписаниям безопасности, тогда администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность ваших вещей. Несмотря на наличие надписи, администрация супермаркета ответственность за сохранность вещей не несет. Если внутренними документами супермаркета предусмотрен запрет на вход в торговый зал с личными вещами, пакетами, сумками, а на территории торгового объекта расположены ячейки хранения, магазин фактически принимает на себя обязанности хранителя. При этом магазин, обязывая покупателя сдать вещи в ячейки, должен предупредить последнего соответствующей выпиской из внутренних правил работы, вывешенной для ознакомления на стенах или в уголке потребителя. Проблема состоит в том, что за сохранение вещей магазин отвечает в соответствии с гражданским кодексом. И последовательность действий такова. В уголке потребителя обязательно должны быть правила торгового обслуживания населения. Одним из пунктов этих правил предусмотрен порядок. Он заключается в следующем. Потребитель должен зайти в магазин, имеет право зайти с собственными вещами, за исключением тех товаров, которые могут у него находиться и могут находиться одновременно в продаже в данном магазине. Поэтому эти товары потребитель должен сдать в камеру хранения. Магазин в данном случае обязан обеспечить сохранение таких товаров для потребителя. И тут следует понимать, если потребитель поклал в камеру хранения, которая находится в супермаркете, в магазине, эта камера хранения обязательно закрывается. И вот этот ключик с номерком и есть, скажем так, формальный договор между потребителем и супермаркетом. В данном случае уже вступает взаимоотношение потребитель и супермаркет, это гражданско-правовые отношения. Супермаркет взял на себя функцию сохранения товара, вещей потребителя, выдал ему номерок и гражданским кодексом предусмотрена ответственность. В этом случае потребитель может требовать от магазина, который взял на себя функцию сохранения вещей. Если ваши вещи пропали из камеры хранения в супермаркете, то в первую очередь вам нужно выяснить с помощью выписки из внутренних правил работы магазина, действительно ли возложена функция хранителя на супермаркет. Если да, то согласно гражданскому кодексу магазин обязан возместить причиненный вам ущерб. Для этого необходимо составить претензию, требуя возмещения стоимости похищенного, либо, собрав все необходимые доказательства, обратиться в суд. Но такой исход дела на практике бывает крайне редко, и такие случаи остаются прерогативой правоохранительных органов. Таким образом, пока основное законодательство Украины не пересмотрит свое отношение к хранению личных вещей, покупатели в магазинах, выделив такому виду соглашение соответствующую статью закона, покупатель вынужден сам побеспокоиться о сохранности своих личных вещей, оставлять их в ячейке или нет, решать ему. Солодкая Анастасия, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Президент Украины Петр Порошенко считает, что худшие времена для страны уже миновали. Начался экономический и культурный подъем. Итоги работы органов власти глава государства подвел на заседании Совета регионального развития. Говоря о продвижении страны вперед, президент вполне логично начал с ремонта дорог. Проблема, которая давно стала одним из главных препятствий национальному развитию. Осуществление общегосударственной программы восстановления и строительства транспортных магистралей началось в 2015 году. Мы сделали кардинальное взрывение в этом направлении. Хочу наголосить, что он будет держаться и следующего года, и следующего за следующим. Дороги в Украине будут строиться, и восстановление дорожной мережи будет символом Украины. Одновременно с этим отмечалась успешная работа центральной и местной власти по развитию социальной инфраструктуры во всех регионах. Открываются, строятся, ремонтуются, переобладляются лекарства, школы, детские садки, и другие объекты социальной инфраструктуры, которые не строились, еще раз наголошу, много лет. И к многих объектов очень подходит слово «вперше». Одной из важнейших и наиболее результативных реформ системы управления президент считает децентрализацию. За три года ее впроваджения собственные доходы местных бюджетов взросли в два с половиной раза. Это общий свой доход. Есть еще больше общий показатель. В середине минулого десятилетия, когда я работал главой соответственно парламентского комитета, частка местных кошторисов с трансферами в взведенном бюджете складала меньше 30%. В 2015 году, когда мы начали программу децентрализации, она была уже 45%. Цего года ее частка является 49,3%. Мы приближились до 50%. Показатель 50 на 50. Это означает, что незабаром местные бюджеты будут превышать бюджет государства. Как, безусловно, положительные сдвиги глава государства оценил пенсионную и медицинскую реформы. Все, чего удалось достичь, по мнению президента, дает веские основания сделать вывод. Настал, наконец, тот момент, когда мы довольно уверенно можем говорить про светло в конце темного тунеля, который теперь уже остался позаду, с которого мы вышли на открытый простран с широким горизонтом развития. Хай там як, но статистика – главный свидетель того, что наиболее в украинской экономике уже в прошлом. Как указал президент, необходимо обеспечить дальнейший рост производства как основу социального развития. Задача ближайшего времени – создание условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. Программа повсеместного изучения и популяризации государственного языка будет принята в Одесской области. Идею украинизации образования во всех регионах страны поддерживают директора Института украинского языка Павел Гриценко и народный депутат Павел Кишкарь. Проект обсудили в областной государственной администрации. Вопросы образования курирует заместитель председателя областной государственной администрации Сергей Колебошин. Поводом для встречи стал конфликт в одной из школ Березовского района, где до недавнего времени не было возможности обучать детей на украинском языке. «Ми допомогли і знайшли рішення щодо питання того, щоб задовольнити заяву батьків щодо того, щоб у викладанні не було предмета російської мови, а замість цього предмету він був підсилений іншою компонентою, наприклад, математика, англійська мова, українська мова і так далі. Це вже нарослить батьків. Для цього ми з інваріантною складовою навчального плану винесли цей предмет у варіативну складову навчального плану або факультативу». Руководству областной государственной администрации предлагается разработать и утвердить комплексную программу изучения и пропаганды украинского языка. «Это ціла низка просветницких заходів, відкриття спеціальних додатковых курсов вивчення украинской мови. Я тактичні речі, але всі ці тактичні будуть складовими ланками великої програми з українізації регіону. Я думаю, туди ж буде включена і пропозиція приїхати сюди відомим українським поетам і письменникам, представляти свої книги, рекламувати їх, рекламувати взагалі процес читання в навчальному процесі». «Ми за те, щоб ці діти з національних анклав і ті, хто виростали навіть у російськомовному середовищі, щоб вони зрозуміли свою принадність і перспективу оволодіння українською мовою, прийняття української культури, прийняття української ментальності в себе, збагачення цим – з цього буде лише позитив». «Для Одесської області, де живуть представітелі 133 національності, язиковой вопрос імеє не тільки образовательне, но і політичне значення. Надо соблюсти равновесие между общегосударственними требованиями і закріпленим Конституцією і правом кожного народу обучатися на родному язіке. В областній адміністрації обіцяють знайти рішення, яке устроить всіх, але приоритет українського язіка буде захоронен. В цьому ми разом будемо рухатись, і Павло Яхимович, і шановний народний депутат, колеги, нам допоможуть в створенні саме реально працюючі програми щодо того, щоб в нас, називемо так, українізації, україноцентричності і освітнього процесу, і взагалі якихось процесів, які відбуваються в нас в області, як в частині України. Якщо людина бачить себе громадянином України, якщо людина бачить себе успішним громадянином успішної України, то ця людина має вільно володіти українською мовою, ця людина має знатися на українських законах, має бути патриотом саме України. Реалізація проєкта українізації вищебного процесу в області розвитана на 2-3 роки. Александр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг». Проект «Встріча з бізнесом» в підтримку економічних реформ добрался і до Одесси. 24 октября в каворкинг-центрі терминал 42 состоялась встреча представителей бізнеса Одесси. Обсуждались теми пенсіонной, налоговой, земельной, антимонопольной і других предстоящих реформ. На мероприятие побывала і наша съємочна група. Проект «Встріча з бізнесом» успешно був реалізован в крупних городах України і, наконец-таки, добрался до Одесси. Гражданская платформа «Новая страна» при поддержці посольства Бритії в Україні і общественній організації «Открытое общество Україна» організовала інтерактивну встречу с представителями одесского бізнеса, целью которой було найти общее решення на пути к реформам в економіческой сфере. «После революції достоинства було предложено множество законопроектов, все ожидали реформ, але в якийсь момент це все застопорилось. Як я предполагаю, це все буде обробовано, проведеться робота над цим і буде представлено, в тому числі, в Верховну Раду, в правительство, разосланы на міста, які реальні проблеми є в Україні і то, як видим їх ми». «Звучить наша встреча сьогоднішній атак, то есть зустрість бізнесом на підтримку реформы. І річ йде о реформах різних, це починаючи від пенсіонних реформ і податкових реформ, реформы законодателіства разнообразні. На сьогоднішній день, к сожалению, обстоятельства в державі складаються таким образом, що ні одна політична партия не взяла за основу своєї програми економічну свободу. І никакой економічний рост в державі не може без економічних реформ. «Економічні реформи вимагають наші західні партнери. Тому що вони сьогодні зацікавлені, щоб Україна була багатою і сильною країною. Чомусь економічні реформи не дуже вимагають український бізнес. Можливо, тому що просто не вірять ці реформи. Україна сьогодні посідає 166-те місце у світі за рівнем економічної свободи. Це жахлива ситуація, це означає, що ми такі бідні, тому що ми просто руки в кайданках, у нас руки зв'язані, ми не можемо нічого робити. Йдеться про що? Про податкову реформу, про пенсійну реформу, про земельну реформу, про подальшу прозору приватизацію і дерегуляцію. Ці всі речі сьогодні бізнес не вимагає, тому що не дуже вірять, що воно можливе. Ми приїхали з щитким повідомленням. Вікно можливості відкрито. І ці реформи можливі в тому випадку, коли бізнес їх реально підтримує». Создання широкої громадянської коаліції для підтримки реформ – основна задача всього проєкту. Налоговая, пенсіонная, земельная реформа являются чуть ли не основными, які в процесі урегулировання приведуть к быстрому економічному росту. «Я буду сегодня рассказывать, как идет ход налоговой реформы, или точнее, как он не идет. Поэтому основные вопросы, на которых я буду останавливаться – это проблема с силовыми структурами, это проблема самой налоговой службы, проблема администрирования, проблема взаємодействия государства і налогоплательщика, і проблема самих ставок». Встреча происходила в інтерактивному режимі. Помимо выступлений основних спікеров, представителям бізнесу також дали возможность высказати свою позицию, задать интересующие их вопросы, коллективная работа по поиску наилучших решений в економической сфере удалась. Денис Шацил, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Одесская патрульная полиция на протяжении ночной смены выявила шесть нетрезвых водителей. Во всех случаях были составлены административные протоколы. О задержании одного из нарушителей в нашем сюжете. 24 октября при патрулировании района Таирова внимание правоохранителей привлек автомобиль «Тойота». который двигался по встречной полосе. На требования инспекторов водитель не отреагировал и продолжал движение. Устроив погоню, правоохранителям удалось остановить нарушителя только на улице Долгой. Водитель попытался сбежать, но ему это не удалось. 30-летнего нарушителя было доставлено в медицинское учреждение для прохождения экспертизы. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде, а я напоминаю, что новости телерадиокомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 34-00-76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 26 октября в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 9 до 11 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok